Немногие знают, что действия продавцов и кассиров при наличном расчете с покупателями четко обозначены. Подробную инструкцию, как это должно происходить, выпустил Роскомторг еще в 1994 году. Она описана в документе о примерных правилах работы предприятий розничной торговли и основных требований к работе мелкорозничной торговой сети. Следовать ей обязан каждый кассир. Кассир, принимая денежные средства от покупателя, перед приемом обязан вслух проговорить сумму итоговую за покупку. Затем вслух проговорить сумму, которую дает покупатель. То, что мы часто слышим, там, вот, ваши, там, 2000 рублей, ваши, там, 5000 рублей, ваши, 1000 рублей. И затем взять сдачу и проговорить вслух сумму этой сданной сдачи. В больших магазинах при видеофиксации, даже бывает и аудиофиксация, картину восстановить будет возможно. Регламентированы также действия кассира при приеме наличных и возврате сдачи. В обоих случаях купюры и монеты кладутся на виду у клиента. В кассу оплата убирается только после того, как напечатан чек и выдана сдача. Но работу по такой схеме, увы, встретишь нечасто. Поэтому проверять сдачу и чеки, не отходя от кассы, в интересах покупателя. Необходимо, да, непосредственно на момент совершения сделки, это же у нас сделка, сделка купли-продажи, проверить расчеты по этой сделке, правильно ли взяли денежные средства, закупленный товар, проверить вес товара. Ну и пока еще потребители находятся непосредственно в контакте с продавцом, какие-то либо нарушения их установить, обнаружить гораздо проще. Если вас все-таки обсчитали или не дали сдачу, и продавец с этим согласен, то при безналичном расчете деньги вернут на карту в течение трех рабочих дней. Чек стоит сохранить до момента их поступления на счет. Сложнее обстоят дела с наличным расчетом. Если продавец отказывается урегулировать ситуацию и додать сдачу, либо деньги за неправильно посчитанный товар, зовите администратора и составляйте письменную претензию в адрес руководства магазина. Если это не принесет положительного результата, следует обратиться в Роспотребнадзор. В случае, если проверка докажет вину продавца, то и ему, и магазину грозит административное наказание в виде штрафа.